Всем привет! Сегодня будем делать серьги конга, либо серьги калахобы, по-разному называются. В общем, это круглые серьги-калачики и будут включены белые элементы из белого золота. Серьги круглого сечения, трубчатые, не из целой проволоки, а будут дутые трубчатого сечения. Сейчас я покажу, как производятся, как делаются серьги конга, серьги калахобы. Чтобы вы понимали, вот такие вот серьги конга. Круглые бывают в них. Вот такой замок, просто штифт, пальчик. Круглое сечение, трубчатые, дутые, а не легкие, не тяжелые. И бывает вот такой замок на них. Ну, я буду делать вот с таким замком. И нужно будет сделать диаметр 3 сантиметра. Для этой работы нужен, естественно, прокат. То есть, нужно отлиться, прокатать металл до нужной толщины. В моем случае я буду делать толщину 0,25. 0,2 толщина 0,3 это будет уже толстый, жесткий металл. Трубочку будет наиболее тяжелее тянуть, если будет прокат 0,3 мм. Меньше 0,2, 0,25 уже будет нормально тянуть. От веса, в какой вес вы должны уложиться. Либо меньше сделать прокат металла, либо чуть больше сделать. То есть, это уже все путем подгонки к конечному весу изделия. В моем случае есть определенный лимит по весу. Прокатал металл и отрезал вот такую полоску. Вот толщина металла, чтобы вы видели. Сейчас металл нагретый, отожженный, так сказать. И подготовил вот такой вот носик. Под конус срезал и загнул вот так вот пассатижами. Это для того, чтобы можно было подцепиться пассатижами и тянуть через фильеру. Вот эту вот полоску сейчас я буду дергать через фильеру, через калибры. От большого и по градации к меньшему калибру на фильере. Да, и еще тут вопрос будет стоять об толщине серик. В этом случае, вот если брать именно этот экземпляр. Это тоже я когда-то делал эти серьги. Но клиент потерял одну сережку. Серега была потеряна, вот одна осталась серега. Здесь толщина у нас два с половиной. Но мне нужно будет сделать три миллиметра. Примерно так. Из таких вот, исходя из таких данных. Ну а сейчас подготовленную заготовку буду дергать на фильере. Получается у меня такая вот трубочка. Здесь шов я пропаял весь по всей длине этой трубочки. Протяжка занимает много этапов, потому как калибры разные. И какой вам нужен диаметр трубочки до такого диаметра, вы и на фильере протягиваете. Кончик немного заостренный. С парафином. Протяжку делаем с парафином, чтобы легче металл скользил в калибре. И вот так вот протягиваем. Можем придерживать следующий кончик, чтобы он у вас не загибался и не был кривым, а выходил более ровным металл. Вот так протягиваем до нужного калибра. После того, как вы продернули трубочку до нужного калибра, нужного диаметра, нам нужно отжечь металл, нагреть его и отбелить. Чтобы металл был мягким и после этого чистый металл мы можем уже накручивать. Накручиваем на ригель путем подбора, какие вам нужны будут диаметром в конечном результате серьги. В моем случае это 2-2,5-3 сантиметра. Но в моем случае заказали 3-х сантиметровые серьги, то есть 3 сантиметра в диаметре. Так вот, подбираем ригель нужного размера и накручиваем трубку. Накручиваю трубочку на ригель швом вовнутрь, то есть таким образом прячу шов в внутреннюю часть. А на лицевой стороне остается ровный чистый металл. Импровизированный ригель. Можно подбирать любое, что у вас будет, если у вас нет специального ригеля. В данном случае просто вот такая вот труба пластиковая, ну просто она нужного диаметра, тот, который мне нужно. Отверстие вот так вот загибаем кончик. Как я уже и сказал, шов будет смотреть во внутреннюю часть. Вот так вставляем сюда. Второй конец зажимаем в тесах. Накручиваем, немножечко растягиваем и крутим. Можно как по часовой стрелке, можно против часовой стрелки. В любую сторону накручивать. Не имеет значения. Главное, чтобы было при этом вам удобно накрутить. Вот так накручивается. Получается накрутка. Здесь ровненько стараемся накрутить, чтобы колечко было к кольцу. Это будет более ровная тогда разводка. Даже если какие-то были неровности на трубочке, путем натяжки и при этом накрутки колец, то трубочка немного выпрямляется при накрутке. Получились у нас вот такие вот кольца. Лобочком нарезали. Вот такие вот кольца получились. Сейчас вы видите, что они вот такие вот кривые. Это от того, что они накручивались. То есть нужно сейчас сделать их более ровными, значит нужно их флюсануть и отжечь. И горячий металл нагретый до красна. Вот в таком состоянии в нагретом. Нужно подправить кольцо, чтобы оно было ровно и плоское. А не вот такое вот. Зигзагообразное. Так гнуть кольцо, руками рихтовать я бы не порекомендовал. Потому как все-таки трубочка тоненькая и имеется возможность деформации. Вот примерно как вот это кольцо сейчас выглядит. Но все равно оно имеет немножечко сейчас вот какую-то кривизну. Ну то есть еще раз ее нужно второй раз нагреть и подправить. Вот вручную рихтовать это довольно-таки... Ну то есть нужно иметь навык, опыт работы с такими вот вещами. Чтобы не погнуть, не помять, не наделать дефекта. Лучше всего это прогреть хорошо, нагреть до красна. И аккуратненько, потихонечку выпрямить вот в такое вот плоское состояние. Так что, я вам не буду делать, наверное. Вот так примерно равняются кольца. Ну, один из вариантов, не именно я 100% этим надо пользоваться, делать и как хотите, но как вариант из того, что возможные варианты рихтовки колец, ну вот так вот, вы уже можете наблюдать, что вот так вот, сейчас еще 2-3 раза и колечко выровнится в ноль. Друзья, ну вот белый металл, это белое золото, вот такая вот заготовка, уже брусочек раскатал, вот чтобы продернуть проволоку на спираль. Закрутить спираль и впоследствии на вот это кольцо спираль надеть. Так вот, сейчас я буду флисовать, отжигать, отбеливать и дергать проволоку через фильеру. Протяну проволоку, накручу спираль. После спираль раздвину витки. Работаю газовой горелкой, на газе. Нагреваю до красна. Все, металл сейчас остынет сам по себе, а этим временем я закипячу кислоту. Сегодня здесь лимонка. На лимонке отбелю. Уже сделал проволоку в спираль. Белый металл. Белое золото. То есть, эта проволочка будет потом, впоследствии, надета на эти кольца. Ну и сейчас мне нужно вот такие вот пятачки, штуки припаять. Вот я уже подготовил вот такие вот пятачки. Нанес сюда припой. Прям вот сейчас сразу на эти пятачки. Как я уже сказал, пятачок с припоем нанесенным. Вот здесь видно, да? Вот сюда пятачок ввожу. Сейчас смотрю, чтобы он сел ровненько. Но пятачок имеет запас. Он чуть больше, чем сечение диаметра серьги. Поэтому с запасом на обработку и обрезку. Все кольцо, всю серьгу я не грею, только грею пятачок и кончик серьги. Вот так прогреваю. Все кольцо я не грею, потому что может повести металл. Поэтому нам это не нужно, только точечную. Вот такой вот прогрев. Ну вот сейчас я уже видел, что припой протек, блистнул. Значит припой расплавился, протек. Вот так. Это мне надо для того, чтобы сделать замок. Припойчик на пятачке присутствует. Выставляю. Вот так. Просматриваю, чтобы везде была закрыта паяемая площадь. Такое мягенькое пламя. Выставим. И припаиваем. Припаялся. Да, припаялся. Вот сейчас я напаял вот такие ушки. Напаял. Впаял, можно так сказать. Подготовил уже спираль. Вот здесь видно, кончики спирали спаянные. И уже вот так вот отрихтованные. Сделал замки. Два замка, две дужки. Сейчас я их тоже впаяю в кольца. Не напаяю, а впаяю. Напаять это будет слишком сложный процесс. Это надо выставлять дужку, фиксировать, держать, чтобы припаять точно. А впаять это будет намного легче. Как это сделать? Покажу. Но перед тем, как впаять дужки, нужно сейчас мне установить, надеть спираль. И так, как впаять дужки, замки. Вот здесь видите, вот такая вот есть ножка. А здесь, вы помните, да? Я впаивал пятачок. Вот он, пятачок впаянный. Сейчас я здесь сделаю пропил лобзиком. Вот здесь пропилю. И вот эту дужку, вот этой ножкой вставлю и зафиксирую здесь в серьге. Дужка никуда не сдвинется, никуда не уползет и будет четенько зафиксировано стоять. Паять будет одно удовольствие, нежели я буду вот так играть, плясать, пангонять, выставлять, ровнять и вот сюда к торцу припаивать. Это будет намного сложнее, чем сделать сейчас с пропилом и впаять дужку в серьгу. Деревянные тисочки зажал в серьгу, лобзик и делаю пропил. Надпил маленький, прям маленький-маленький надпил делаю. С учетом того, на толщину напаянного пятачка. Оставляю ту самую толщину, ну то есть делаю пропил ровно на срезе, на первоначальном срезе самой трубочки. Чуть-чуть слегка, вот так сейчас расшарошу. Вот так раз, вставил. Все. Дужка сидит ровно по отношению конец к концу. Никуда не будет плясать. Сейчас на дужке уже есть припой, я только нагрею. Но перед тем, как припаять дужку, нужно надеть спираль. Вот так раз, раз, хоп-хоп-хоп, чик-чик. Все. Вот, пожалуйста. Теперь можно делать пайку. Да, ну естественно, конечно, предварительно нужно вымерить дужку. Желательно совместить со второй дужкой и сделать пайку. Паяем дужку. Все, я уже выставил так, как нужно. Вот, легонечко нагреваю только кончик сергей, самого кольца. И после немножечко накидываю пламя на дужку. Все, вот, припойчик блеснул. Отлично. Теперь я нанесу еще немного припоя, где был пропил. То есть, закрою припоем пропильчик. Немного-много припоя накинул. Ну, да ладно. Обработаю. Да. Очень много что-то я перебросил. Ну, дужечка сидит вот так ровненько. Готово. Готовый конечный результат. То, что получилось. Давайте посмотрим. Вот такие вот серьги. Спиралька ходит довольно-таки туго. То есть, она может фиксироваться в одном положении. И, допустим, не будет так ерзать, болтаться, ездить по всей серьги. Вот, замочек выглядит вот таким образом. Вот такие вот сережки. Белый металл я не радирую. Он имеет свой цвет. Работа по выполнению серек колохобы или серьги конга или просто кольца выполнена. Полностью завершена. Серги имеют вот такой вот конечный внешний вид. А на этом все. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки в виде пальца вверх. Нажмите кнопочку поделиться в соц. сети либо с друзьями. Также можете нажать кнопочку сохранить видео. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. На моем канале вы найдете очень много интересных работ и технику выполнения на различные работы. Как изготовление серек, так и изготовление цепей, крестов, браслетов, колец. Где я рассказываю, показываю выполнение работ, технику тех или иных операций, пайка. Также есть раздел с ювелирными инструментами. А на этом все ребята, всем пока, до новых видео роликов.